Меня зовут Алексей Петров. Я директор по IT-технологиям в компании Bitfury. В компании Bitfury я с 2013 года. До этого я занимался информационными технологиями больше 30 лет. Долгое время работал аудитором, работал в финансовых институциях, работал в государственных структурах. В том числе одно из моих образований – это экономическое образование. И когда я его получал, у меня возникали тут же интересные вопросы, а почему это происходит именно так? Почему в финансовом мире люди считают и подходят к решению некоторых вопросов каким-то странным способом? Чем больше я это изучал, чем больше это понимал, я понимал, что есть какие-то несуразности, которые вызывают у меня очень много вопросов. Я смотрел на те решения, которые есть на рынке, смотрел на PayPal, смотрел на WebMoney и понимал, что это все-таки не решение проблемы. Вся проблема остается ровно на том же месте, когда мы имеем какие-то балансы, когда мы имеем какое-то ответственное лицо, которое может написать на балансе лишние нули, написать на балансе лишние единицы. В результате система вынуждена доверять. И когда я первый раз увидел биткоин, первый мой подход был, естественно, окей, интересно, посмотрю, разберусь. Я пытался поломать эту систему, я пытался разобраться и понять, как она работает изнутри. После долгих попыток у меня появилось сначала первое удивление, потом у меня появилось восхищение, потом по спирали у меня появилось снова удивление, потому что, оказывается, с первого раза я не понял, насколько это глубоко и как интересно устроена система. И так, в принципе, циклично, за три раза я все больше и больше погружался в тему биткоина. И изначально, глядя просто на технический инструмент, я начал понимать, что за этим стоит экономика, что за этим стоит тоже социальная часть. И со временем, на декущий момент, я пришел к убеждению, что биткоин – это достаточно многомерная система, которая состоит минимум из трех факторов. Это, собственно, из технического решения, это из социальной части и это из экономики. Все очень часто говорят блокчейн, говорят, это то, что крутится на языке, это хайп, это та тема, которая стала притчей выязычицы. И блокчейн пытаются прикрутить ко всему. Мой друг Сэмсон сделал очень хороший твит, который на русский язык переводится примерно следующим образом. Согласно городской легенде, если сказать блокчейн три раза громко, то ваша компания станет передовой финтеч-компанией в технологиях, ваши базы станут неизменными, и вы выйдете в победители. В какой-то мере это становится тяжкой правдой, потому что люди считают, что они могут взять блокчейн, и это как серебряная пуля решит все их проблемы. К сожалению, этого не происходит. Точно так же, как электронизация или перевод документов на электронный документ, а, наоборот, не обязательно решает проблему, это только инструмент. И любой инструмент, если вы его применяете правильно, он дает эффект. Но если вы выбираете неправильный инструмент и пытаетесь его применить не к месту, он не даст эффекта. А в каких-то случаях он, скорее всего, даст негативный эффект. От того, что вы купите электронный органайзер, ваши дела сами собой не сорганизуются. В первую очередь, вы должны поставить процессы, вы должны выстроить и сорганизовать самого себя. То, как вы распоряжаетесь своим временем, то, как вы распоряжаетесь своими ресурсами. И с технологиями и с решениями происходит примерно то же самое. Если у вас документы, оборот, по-прежнему на бумагах, и вы грезите, что, введя какую-то систему, все решится, не решится. Очень часто про биткоин говорят, что это система, в которой продается детская порнография, отмываются нелегальные деньги, что это криминальная система. Биткоин, так же, как и любые фиатные деньги, так же, как и любая валюта, так же, как и любая финансовая технология, это только инструмент. И когда мы говорим о каком-то инструменте, как до перерыва передо мной выступал Сергей Бондаренко из Беллойда, он очень правильно сказал, инструмент это практически как нож. Нож не может быть плохим или хорошим. Плохим или хорошим его делает человек. И с технологией абсолютно то же самое. Это просто инструмент. Момент, когда технология становится криминальной, это когда человек начинает криминально использовать. Если вы посмотрите, я здесь взял табличку, в которой указаны все риски. Это UK Treasury таблица, которая определяет риски различных инструментов. И если вы посмотрите на цифровые валюты, то они находятся в самом низу, и риск у них наименьший. Вполне возможно, со временем это поменяется. Но с криминальностью есть еще достаточно интересный момент. Когда мы говорим о каких-то технологиях, и когда мы говорим о криминалитете, то в отличие от нас, цивилизованных людей, так же как у военных, у криминальных элементов, у них нет границ. Если они видят какой-то эффективный инструмент, они просто берут и его используют. Вы знаете, как родились гонки на скар? Гонки на скар – это на самом деле наследие сухого закона. Когда в Америке был объявлен сухой закон, единственный способ избежать встречи с полицией – это иметь более мощный автомобиль. И когда во время сухого закона, во время лета, был перерыв, когда алкоголь, собственно говоря, не продавали и не развозили, криминалы устраивали гонки, которые стали позже известны как на скар. Сейчас мы считаем это абсолютно нормальным явлением, мы не видим в этом ничего плохого. Кроме того, мы также тюнигуем автомобили. Это просто инструмент. Он трансформировался со временем. И вся разница между криминалами и нами в том, что если они видят эффективный инструмент, они просто берут и его используют. Мы задумываемся, легально, нелегально, регулируется, не регулируется, подойдет, не подойдет, смогу я сделать что-то или не смогу что-то сделать, как подумают, что подумают обо мне все остальные. Криминальные элементы просто берут инструмент, если он эффективный и позволяет решить проблему, они берут и его пользуют. И вполне нормальное явление, что во многих случаях они являются первооткрывателями технологий. Что нам дает преобразование любого актива из физического мира в электронный? Оцифровка активов дает в первую очередь возможность упростить работу с какими-то активами. Как только мы берем и отказываемся от физической бумаги, нам не нужен свет, нам не нужны чернила, нам проще это хранить, нам проще с этим оперировать, нам не нужны для этого склады, нам не нужны для этого архивы, можем очень легко делать поиск по всем архивам, которые у нас есть. И этот поиск теперь не требует десятков людей, которые будут перебирать страничку за страничку, искать какую-то ключевую фразу, которую вы хотите найти. Это позволяет также получить гигантский обратный эффект. Вы можете получить статистику, вы можете получить в реальном режиме времени обратную связь. Если мы говорим о большой компании размера международной компании, которая имеет множество филиалов, разбросанных по всему миру, то бумажный документ оборот никогда вам не даст реальной картины, сколько активов находится в ведении компании, какие расходы компания несет. Для этого вам нужно провести аудит. Этот аудит, скорее всего, займет много месяцев. Если мы это переводим в электронную форму, у вас появляются практически реалтаймовые данные. Можете моментально следить, что происходит, где происходит, кто сколько потратил на такси. И в результате, как управляющий бизнесом, вы получаете самую важную часть. Вы получаете возможность в реальном режиме времени контролировать, как работает ваш бизнес. И это добавляет сразу стоимости вашему бизнесу. Билл Гейтс 10 лет назад написал книжку, которую он озаглавил «Бизнес со скоростью мысли». В книге основная идея подавалась, что бизнес трансформируется, и поскольку сейчас все становится быстрее и быстрее и быстрее, реальные решения принимаются за секунды. И реальный бизнес идет со скоростью мысли. Я думаю, следующий эволюционный скачок – это будет бизнес со скоростью света. Какие-то решения будем принимать уже не мы. Какие-то решения будет уже принимать за нас искусственный интеллект, который мы будем обучать и подготавливать. Так же, как происходит высокочастотный трейдинг, скорее всего, в будущем так же многие решения будут приниматься искусственным интеллектом на основании тех правил, которые мы определили. Новые свойства и новые возможности добавляют дополнительные ценности. Но если мы говорим о физическом активе, о бумаге, то это достаточно простая вещь. У нее есть практически нормальные физические свойства. Но если мы ее переводим в электронный вид, если мы говорим об электронном документе, у нас появляется куча дополнительных свойств. И эти дополнительные свойства дают нам и дополнительные возможности и накладывают дополнительные ограничения. Как все было просто. У меня была бумага, у меня было, например, 100 долларов, или у меня была акция, которая гарантила мне право владения какой-то собственностью, и теперь я ее взял, отсканировал, и она у меня присутствует в электронном виде. И я послал ее своему другу, и послал ее своему начальнику, и послал ее своим родственникам. Кто теперь из нас владеет оригинальному? Кто действительно обладает правами на эту собственность? Тот, кто владеет бумагой? Вряд ли. Это меняет суть вещей. И в результате мы из двухмерной системы переходим совершенно в новую плоскость, мы переходим в трехмерную систему. Эта система многомерная и требует совершенно других решений. Она дает совершенно новые свойства, добавляет новую стоимость для любого актива, но при этом у нас появляются новые проблемы, которые мы должны решать совершенно с новым подходом. и блокчейн как раз таки позволяет это сделать. Если мы сравниваем какие-то вещи, сравниваем старые финансовые системы, старые инструменты, то первая и самая большая ошибка, которую я очень часто встречаю, люди с большим багажом знаний финансовой индустрии пытаются искать аналогии один в один. Их нету. Их просто не существует. Это другой мир, который действует и живет совершенно по другим правилам. И пытаясь найти какую-то аналогию, исходя из своего старого опыта, в новой системе, люди, используя свой багаж, скорее всего, совершат ошибку. Когда мы говорим о визе, о банках, о СЕП, о SWIFT-платеже, один отправитель, один получатель, одна транзакция. Скорость измерения, количество транзакций, сколько мы можем обработать, одна транзакция в секунду. И люди очень часто берут и сравнивают биткоин с той же самой визой. И говорят, что биткоин не может соответствовать визе и не может соответствовать и близко достигнуть таких результатов. Но люди совершают сразу две ошибки. Во-первых, они пытаются проецировать свой старый опыт из визы MasterCard на биткоин, считая, что он работает так же. А это не так. Потому что в визе один отправитель, один получатель – это одна транзакция. А в биткоине вы можете взять 10 тысяч разных источников, 10 тысяч разных счетов и оплатить 10 тысяч разных инвойсов. И это будет по-прежнему одна транзакция. Но в этой транзакции вы сделали все то, что они делают 10 тысячами транзакций. И здесь возникает очень большая разница и очень большая дистанция. Кроме того, когда люди пытаются сравнивать какие-то старые им знакомые объекты и новые объекты, в которых они не разобрались, они совершают еще одну большую ошибку. Виза – это не валюта. Виза – это не инфраструктура. Виза – это просто транспорт. Это просто система, которая пересылает какие-то ценности. Если мы хотим ее с чем-то сравнить, то, скорее всего, близкий аналог, с чем стоило бы это сравнивать, это Lightning. Когда мы начинаем сравнивать разные системы и когда мы пытаемся коротко ответить на вопрос, что же такое биткоин, то первое, то, что я считаю более-менее правильным ответом, это об эффективности. Когда экономика начинает стагнировать, только эволюционно новые решения, только эволюционно новые технологии позволяют двинуть экономику вверх. Изобретение электричества, изобретение паровоза – это все экономические всплески, которые приводили к повальному развитию индустрии, бизнесов и вызывали повальный рост. Последние 50 лет у нас экономика стагнирует. И очень много проблем, в том числе у нас существует в экономической системе, на которую мы смотрим годами, к которым мы привыкли и считаем, что они так и должны происходить. Инфляция – так и должно. Процентные ставки Федерального резервного фонда – так и должно. Фракционный резерв – так и должно. Кредитование – так и должно. По факту нет. Многие из этих вещей скорее всего нужно менять. И с многими из этих вещей у нас возникают очень серьезные проблемы. Федеральный резерв, играясь с кредитной ставкой, пытается управлять экономикой, изменяя маленький процент выдачи кредитов. Они считают, что тот человек, у которого не хватает деньги, взяв кредит и потратив его, даст эти деньги к какому-то бизнесу, который в результате выживет, который потратит, даст их следующему бизнесу и так далее. И по цепочке это должно вызвать ускорение оборота экономики. Но по факту это практически как управление очень-очень длинной палкой, держа ее за маленький-маленький конец. И это не приводит к желаемому результату. И только ускорение самой системы может поменять сам этот процесс. Оперируя кредитными карточками, проводя какие-то транзакции, реальная транзакция обрабатывается только через 3-5 дней. Стоимость транзакции в Визе, в Юнипэе и в Мастеркарде может колебаться от 28 центов до 54 центов и доходить до 2,5 долларов. При этом, мы говорим, у нас существуют онлайн-магазины, но при этом мы пользуемся старой системой, которая обрабатывает транзакции больше 50 дней. Скорее всего, это то, что нужно менять, и именно это вполне возможно может решить биткоин, блокчейн и похожие технологии. Почему старая система ценностей не работает? Очень часто это как раз таки напоминает тот момент, когда слепцы пытаются ощупать слона и пытаются найти ту аналогию, которая им ближе всего. Но многие термины при этом тоже не будут работать. Рыночная стоимость, если мы говорим о маркет-капе, для биткоина практически неприменима. В принципе, она и для валют не очень применима, и для денег не очень применима. Если у нас на столе находятся две бутылки, и я вам продам одну из этих бутылок за миллион, это абсолютно не означает, что здесь на столе появилось два миллиона. Мы просто сделали одну единственную сделку. И по факту стоимость биткоина как экосистемы нужно оценивать совершенно по-другому. Это стоимость той инфраструктуры, которая уже существует, потому что это вложение капекс и опекс, которое мы произвели. Это количество применений и их ценность для блокчейна. Это побочные свойства и функции, которые мы получаем в виде скорости, в виде каких-то неочевидных вещей, как таймстампинг. Это стоимость всех бизнесов и инвестиций этих бизнесов. Это сообщество разработчиков, это сообщество всех пользователей, которые знают и понимают эту технологию. Потому что если человек уже разобрался с биткоином, что-то про него прочитал и открыл кошелек, даже если он обладает ноль биткоинами, зная эту технологию, рано или поздно он, скорее всего, что-то продаст и что-то купит. Когда Facebook выходил на IPO, его оценивали именно по количеству пользователей. И это те факторы, которые, я считаю, как минимум должны входить в описание рыночной стоимости биткоина. Один из хороших примеров – это то, что сделала компания Bitfury. QR-код, статья, можете ее прочитать. При введении блокчейна в управление земельным регистром в Грузии стоимость одной транзакции снизилась с 50 долларов и 200 долларов практически до 50 центов. Скорость проведения транзакции при этом тоже сократилась от дней до минут. Потому что раньше это был поиск бумаг, перепроверка. Сейчас это все происходит намного быстрее. И это как раз-таки та эффективность, которую вы можете увидеть и пощупать. Маленькое изменение, изменение скорости – это то, что позволяет вам быстрее работать. Здоровая экономика определяется тем, когда вы можете совершать сделки без каких-либо излишних задержек, без каких-либо излишних расходов. Если вы можете это сделать с минимальной стоимостью в максимально быстрый момент, значит, вы сможете сделать больше сделок и в результате получить больше эффект. Микроплатежи – один из тех сервисов, который сейчас очень быстро развивается. И банковская технология пытается тоже его применять. Мы знаем бесконтактные карты, мы знаем ускорение и развитие смс-платежей. Когда банки говорили пять лет назад, пятнадцать лет назад о микроплатежах, они смеялись, улыбались и говорили, что это неинтересно. Кого интересуют копеечные платежи, кого интересуют платежи за центы? Это неинтересный рынок, но по факту оказалось, что этот рынок практически в пять раз превышает тот банковский рынок, который существует, потому что он открывает возможность платить и расплачиваться за те сервисы, за которые мы раньше не взимали плату. И Lightning прекрасная технология, которая меняет природу и парадигму тех вещей, которые мы видели до этого. В первую очередь она убирает гранулярность денег. Если мы хотим расплатиться за какую-то услугу, это один евро, и происходит инфляция или изменение цен, или у вас появляются дополнительные расходы, вы округляете примерно на ту единицу, которая существует. С Lightning вы можете эту единицу уменьшить в сто миллионов раз. И в результате это дает вам абсолютно новую возможность расплачиваться за те сервисы, за которые раньше вы никогда бы даже и не подумали расплачиваться. Кому-то было невыгодно их предоставлять, потому что это не покрывалось его расходами. Вам хотелось бы заплатить, но, например, за Wi-Fi заплатить 40 долларов за один час, это слишком много, вы не пользуетесь сейчас. Но механизма не существует. И это меняет также саму форму платежей, потому что в ситуации, когда вы подписаны, например, на кабельное телевидение, кабельному оператору невыгодно выставлять вам счета каждую минуту, каждый день или каждую неделю. Это просто экономически нецелесообразно. Он, скорее всего, откажется от такого сервиса. Но если поменять сам сервис и дать ему, например, технологию Lightning, когда можно расплачиваться каждую секунду, тогда в результате оператор может просто выставлять вам по секунду на оплату. И в таком случае то, что тот контент, который раньше бы вы не потребили, вы, скажем, уезжаете в отпуск, вы не хотите платить за весь месяц. Но если вы можете оплачивать поминутно, вы совершенно спокойно посмотрите 2-3 дня телевизора. У вашего ребенка, предположим, день рождения, пришли его друзья в гости. Также с помощью Lightning вы можете совершенно спокойно посмотреть канал с мультиками, на который вы не подписаны, пользуясь просто этой возможности. Но ускорение транзакций меняет еще очень сильно саму суть этих транзакций. Мы привыкли, что если мы хотим перечислить 1 миллион долларов, это должна быть обязательно транзакция одна. Но если мы говорим о Lightning, то скорость транзакций меняется с десятков секунд, как в кредитной карточной системе, и с миллисекунд, как это меняется в электронных платежах в EMV, до миллисекунд. И в результате одна транзакция, вроде бы как на небольшую сумму 100 долларов, может быть проведена больше тысячи раз в течение нескольких секунд. И в таком случае картина напоминает примерно как телепортация во многих фильмах, когда очень большой объект разделяется на кучу маленьких частиц и появляется в другом конце сцены. Lightning позволяет делать как раз такие вещи. это технология не только для микроплатежей, это технология также и для больших платежей. Просто в данном случае, скорее всего, где-то по одному каналу у вас произойдет 10 тысяч транзакций на небольшие суммы, где-то по альтернативным каналам те же самые транзакции на 10 долларов, на 20 долларов разбегутся и в результате соберутся в пункте назначения там, где вам это нужно. Оптимизация и эволюция инфраструктуры. Любая инфраструктура это операционные расходы и это основные расходы. И когда мы говорим полная децентрализация, это тоже ошибка. Нельзя выбирать градации между полная централизация и полная децентрализация. Если вы возьмете книгу по администрированию ресурсов или по маркетингу, вы прочитаете что централизация это плохо и децентрализация это плохо. Но правда находится где-то посредине. Вы должны выбрать оптимальный вариант как вы можете быстро масштабироваться, построить более-менее децентрализованную структуру, но при этом ее не централизовывать. Полная децентрализация, когда вы разносите объекты очень далеко, приводит к очень сильному замедлению операций. И это основная проблема, которая возникает. Кажется, что можно разнести компьютеры на 10 тысяч километров, но при этом возникает дикое замедление операций. Все суперкомпьютеры строятся в пределах максимальной близкой компактности к друг другу. Там война идет за сантиметры, потому что суперкомпьютеры обрабатывают миллионы транзакций. И когда вы обрабатываете миллионы транзакций, вот этот метр, который возникает между ними, это лишние миллисекунды, которые для 10 миллионов, для 100 миллионов транзакций превратятся в лишние 10-20 часов работы всей системы. Мы говорим о головном мозге и говорим о том, что мы изобретем какой-то эквивалент головного мозга, но нейроны в головном мозге человека это уникальная вещь, которую с трудом вряд ли удастся повторить на силиконе. Дело в том, что расстояние в мозгу очень короткое, в результате у нас мозг работает очень и очень быстро. Да, мы строим компьютеры, которые симулируют искусственный интеллект, они играют в шахматы, но они при этом не... они работают в очень узком спектре какой-то задачи и решают только задачу, под которой они подготовлены. Человек при этом еще успевает видеть, что происходит вокруг, он успевает слушать, дышать, контролировать свое сердце, пульс, улыбаться, что-то говорить сопернику, анализировать, что отвечает соперник. Именно поэтому человеческий мозг на порядке более сложен, чем любая система, которую мы строим как искусственный интеллект для обработки очень узкоспециализированных задач. Синее облако – это количество транзакций по нарастающей. Так вот, между хешрейтом и ценой это не очевидно, но существует взаимосвязь. Они пропорциональны. Дело в том, что скорость хешрейта сети защищает те активы, которые находятся в этой сети. По сути, они защищают маркет кап. Если у нас будет недостаточная скорость защиты биткоин-сети по хешрейту, тогда эту сеть будет достаточно легко атаковать. И, соответственно, актив просто не будет расти выше этой цены. Вроде экономическая система, вроде технические решения, но они взаимосвязаны. Я, к сожалению, вынужден уже пропускать какие-то слайды, иначе я подвину следующего собеседника. Я и так их постарался урезать. Очень интересная, кстати, картинка про ICO. В июне 2007 года из ICO 92% были зеленые. Сегодняшний день, наверное, прекрасен тем, что на сегодня эта ситуация прямо обратная. 98% ICO это красные, это, скорее всего, скам, и только 2% осталось зеленые. Тот же самый инструмент, который вполне может дать эффект, но который мы применяем, к сожалению, неправильно. без посредника, который контролирует, без венчурных инвесторов, который контролирует, что реально делает стартап, ICO, к сожалению, не может работать эффективно. Мы отдаем деньги вслепую, мы не имеем возможности их контролировать, мы доверяем людям только на бумаге, мы не видим команды, мы не видим, как они выполняют этапы, но хуже всего, мы нарушаем саму экономическую суть. Когда любой инвестор вкладывает какие-то деньги, он рассчитывает, что на каждый вложенный доллар он получит максимальный эффект. Если ICO планирует собрать 50 тысяч, а собирает 5 миллионов, эффективности из этого, скорее всего, не получится. Это заранее расслабляет очень сильно команду и демотивирует ее. Кроме того, это дает возможность решать какие-то вещи совершенно неэффективным способом и тем самым сильно ухудшает эффективность бизнеса. На этом я хочу закруглиться. Всем спасибо. Спасибо, Алекс, большое. У нас есть время на один вопрос докладчику, кто первый поднимет руку, тот и полетит. Как думаете, себестоимость добычи биткоина влияет на его ценообразование? Я не увидел этого в слайде. Этот вопрос намного шире. Майнинг это такой же бизнес, как и все остальное. Вы инвестируете деньги больше, чем на год, при этом берете на себя достаточно долгосрочные риски. И майнеры это самые оптимистичные и самые долгосрочные инвесторы, если мы говорим об экосистеме биткоина. Любой купивший цифровую валюту может продать ее практически за несколько минут, несколько часов. Майнеры, которые купили оборудование, построили дата-центры, наняли людей, они инвестируют, как правило, на год и больше. Это самые большие оптимисты, самые большие верующие в биткоин, которые, собственно говоря, его и двигают. Ценообразование, а дневной оборот на биржах в пропорции на количество добываемых биткоинов это примерно 1 к 35. Можно ли этим количеством влиять как-то на курс? Я думаю, что при желании, накопив, возможно. Но это вас ничем не отличает от любого другого трейдера, который может на эти же деньги не заморачиваясь, не строя дата-центры, не нанимая людей, не производя чипы, сделать абсолютно те же самые манипуляции. Биткоин не висит в воздухе. Это отдельная экосистема, которая связана естественно с той экономикой, которая у нас существует. Биткоин решает свои задачи, альткоин решает свои задачи. И так же, как в реальном мире, всегда есть инструменты где-то, которые работают эффективнее, где-то работают менее эффективнее. Но когда мы говорим о колебании цены биткоина, мы почему-то забываем, что мы всегда его оцениваем на доллар или на евро. Но при этом не смотрим, насколько у нас реально поменялась цена самого доллара или евро. Инфляция доллара с 1933 года 2086 процентов. Биткоин – дефляционная валюта, доллар, евро – инфляционные валюты. Они разные по природе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...